События 40-летней давности Юрий Васильев помнит четко. В свои неполные 19 сразу после школы попал в армию, полгода учился военному делу и отправился служить на границу в Ашхабад. Сначала молодым парням было интересно. Другая страна – странные обычаи. Но когда начали умирать друзья, стало страшно. Половина смертей таких было, что мандаринщиков захотелось. Раньше, как говорится, не видно. В виноградику пойти туда. Вроде бы нормально. Раз сходил, два сходил, три. Приметили тебе парень. Оп, все, готов. Уже поехал домой в цинковом гробу. Сам еще юный Юрий командовал пулеметным отделением. Страшно представить. Некоторые парни не умели даже обращаться с оружием. Нашему герою повезло. Еще со школы стрелял и разбирал автомат с закрытыми глазами. Пригодилось. В ночном бою у меня впервые в жизни вообще у кого, даже у офицеров спрашивали, такого не могло быть. Два патрона соединились вместе. То есть один не успел зайти, в это время пошел второе. А куда из боя выйти? Куда? Ничего. И вот пришел, разобрал, собрал. И все, по новому начали. Каждый день в Афганистане борьба со смертью. За шесть дней до Дембеля Юрий вместе с отделением попал под обстрел. Получил ранение осколком. Но, несмотря на боль, отстреливался, устранил троих неприятелей. Наш собеседник до сих пор верит, что выйти живым из боя помогла молитва. Мать, бабушка и тетка родные сходили. И батюшка им написал. Они говорят, положи к себе в тайный карманчик. Она не тяжелая, и тебе не в тягости. Просто положи и все. Хотя знали, что там, боженька, все это дело. Может быть, даже и с послом. Приехал домой Юрий на два месяца позже Дембеля. Лежал в санчасти. После на войну вернуться не захотел. В мирной жизни переехал в Уссурийск, обрел семью, устроился на работу. О том времени напоминают две награды – Орден Красной Звезды и Медаль за боевые заслуги. Немного другая история у Владимира Черкасова. На момент боевых действий мужчина получил высшее военное образование. Лейтенантом отправился сначала в Грузию, а в 86-м – в Афганистан. Морально был готов к ужасам войны. Занял пост командира автомобильного взвода. Руководил доставкой топлива для техники. Нас обстреливали и подрывали. И я сам подрывался. От КамАЗа осталось передний мост и кабина всего. То, что под средний мост поймали – фугас. То, что нас спасло. Итог – легкая контузия. Но лечиться было некогда. Колонну надо было гнать обратно. В Афгане Владимир Черкасов служил до сентября 88-го. Потом решил завязать с военной профессией. По болезни. На гражданке постарался не потерять себя, как некоторые сослуживцы. Кто-то спился, кто-то скурился. Кто-то поверил в себя свои силы и как бы остался человеком. А что вам помогло? Не знаю. Что помогло. Жить хотелось. Напоминают о военном прошлом награды. Самые важные – боевые. Орден Красной Звезды и медаль за отвагу. Но это все позади. Сейчас Владимир Черкасов работает в Уссурийском водоканале. Есть дети, внуки. Считает, что жизнь удалась. Анна Клыга, Роман Адонин, Телемикс.